Видеоурок по дисциплине «Основы экономики». Тема раздела «Основы рыночной экономики». Тема занятия «Предпосылки и сущность товарного производства» подготовила преподаватель специальных дисциплин Алматинского финансово-правового и технологического колледжа Тумарбекова Маида Муратовна. Обозначим цели занятия. Образовательная цель – определить понятие и сущность товара как экономической категории, рассмотреть трудовую теорию стоимости, а также определить стадии кругоборота промышленного капитала, развивающая цель – развитие критического и аналитического мышления, расширение общеобразовательного кругозора, а также развитие навыков творческого подхода к выполнению заданий, воспитательная цель – формирование условий сознательной дисциплины обучающихся, формирование мотивации к учебно-трудовой деятельности, а также ориентации обучающихся на повышение степени восприятия и усвоение учебного материала. В ходе изучения данной темы будут рассмотрены следующие вопросы – понятие натурального и товарного хозяйства, понятие и свойства товара, трудовая теория стоимости, формула товарного обращения и всеобщая формула капитала, а также стадии кругоборота промышленного капитала. В заключении будет приведен список рекомендуемой литературы и домашние задания. Выделяют два типа хозяйства – натуральное и товарное. Натуральное хозяйство характеризуется тем, что производство в нем направлено непосредственно на удовлетворение собственных потребностей. В товарном хозяйстве основной экономической категории выступает товар, который создан с целью продажи на рынке. Товар является основной категорией рынка и представляет собой продукт труда, который обладает полезностью для людей, создан для удовлетворения потребностей населения и может быть обменен на рынке. Товар обладает двумя свойствами – потребительной стоимостью и миновой стоимостью. Потребительная стоимость отражает полезность товара. Миновая стоимость отражает его способность к обмену и находит свое выражение в цене. Таким образом, цена – это денежное выражение стоимости товара. Рассмотрим трудовую теорию стоимости, предложенную Карлом Марксом. Согласно данной теории, стоимость представляет собой обеществленный в товаре общественно необходимый труд, который может выступать в виде абстрактного или конкретного труда. При этом абстрактный труд создает миновую стоимость, конкретный труд – потребительную стоимость. Абстрактный труд представляет собой затраты труда как такового. Конкретный труд – это труд, который необходим для производства конкретного товара и требует определенных физических, умственных и других усилий. Перейдем к рассмотрению всеобщей формулы капитала и формулы товарного обращения. Всеобщая формула капитала выражается в следующей схеме «деньги-товар», «деньги-штрих» и отображает процесс покупки товара по более низкой цене и его продажу по более высокой цене. При этом «дэш-штрих» означает возросшую сумму денег с прибылью. Формула товарного обращения, наоборот, отражает процесс продажи товара по более высокой цене и покупку товаров по более низкой цене и выражается в следующей схеме «товар-деньги-товар-штрих». Кругооборот промышленного капитала – это процесс непрерывного движения капитала с целью обеспечения его воспроизводства. Состоит из трех стадий. На первой стадии происходит закупка сырья, оборудования и необходимых ресурсов для производства товаров. Затем непосредственно выпуск или производство товаров составляет вторую стадию. Далее третья стадия – это реализация произведенного товара на рынке с целью получения дохода. Затем полученные деньги могут быть снова вложены в производство. Таким образом обеспечивается непрерывный процесс воспроизводства. На данном слайде представлен список рекомендуемой литературы по теме «Предпосылки и сущность товарного производства». Домашнее задание – ответить на вопросы самоконтроля. Ответы на задания принимаются на платформе BLM-KZ. Продолжение следует... Продолжение следует...